Представляем новые сенсационные вкусы Энерджи Диет. Хлеб с пастой лесные ягоды и хлеб с томатно-овощной пастой. Ароматный и мягкий, хлеб отлично сочетается и с нежной сладостью лесных ягод, и с приятной кислинкой томата. Как и в других вкусах Энерджи Диет, в хлебе с пастой содержатся все нужные нашему организму аминокислоты, жиры, углеводы, витамины и минералы. И, наконец, этот хлеб можно есть, даже если вы проходите программу коррекции веса. Сегодня на нашей кухне мы приготовим два вида хлеба Энерджи Диет. Один с пастой лесные ягоды, а второй с томатно-овощной пастой. Для начала нам понадобится один пакет сухой смеси. Мы высыпаем в миску. Насыпаем в миску. Добавляем туда же пять мерных ложечек воды. Раз, два, три, четыре, пять. Теперь тщательно перемешиваем. Как видите, тесто получается достаточно густым. Формируем булочку. Вот, наше тесто готово. Сейчас мы его поставим в микроволновую печь. Для этого рядом с тарелкой нам понадобится стакан, наполовину наполненной водой. Для того, чтобы наш хлеб был пышным. Наливаем воды. Половину. Помещаем в микроволновую печь. Вставим воду. Рядом ставим хлеб. Регулятор мощности устанавливаем на 750 ватт. А таймер устанавливаем на пять минут. Все, процесс пошел. Хлеб печется. Пока выпекается хлеб, мы приготовим пасту. Лесные ягоды и томатно-овощные. Для этого мы возьмем один пакет сухой смеси и высыпем в миску. Вторая паста у нас томатно-овощная. Тоже высыпаем в нашу емкость. В каждую добавим по три мерных ложечки воды. Тщательно перемешиваем. Консистенция у нас получилась очень хорошая, однородная, пустая. Очень подходит для намазывания на наш хлеб. Вот наша паста готова. И теперь готов наш хлеб. Вот что у нас получилось. Сейчас мы его разрезаем на две лепешечки. Хлеб такой пористый. Одну часть мы намажем пастой лесные ягоды, а вторую томатно-овощную пасту. Вот мы получили два полноценных бутерброда, которые по вкусовым качествам и внешнему виду не отличаются от обычных бутербродов. Но они гораздо полезнее, потому что в себе содержат много витаминов и питательных веществ. По желанию наш хлеб мы можем подрумянить в тостере. Опускаем наши две лепешечки в тостер. И ждем, когда он подрумянинется. Сейчас мы достаем наш подрумянинный хлеб. Вот что у нас получилось. А еще он служит хорошим дополнением к супам и к Амлету Энерджиен. Конечно, если в этот момент вы не проходите программу коррекции веса. Я сейчас вам расскажу, как можно дополнить эти бутерброды. Вот, например, бутерброд лесные ягоды можно дополнить свежей ежевикой и мятой. А бутерброд с томатно-овощной пастой мы дополним помидорами и базиликом. Приятного аппетита! Субтитры создавал DimaTorzok